Если буферы исчерпаются, то мы сможем действительно опять забыть, так сказать, об эффективности антикризисной политики. В чем причины значительного сокращения ликвидной части ФНБ? Есть две причины. Первая – это использование средств ФНБ для финансирования повышенных расходов бюджета, которые заметно превышали уровень, разрешенный бюджетным правилам. И второй момент – это дальнейшая реализация политики по инвестированию средств ФНБ в самоокупаемые проекты, которые связаны в том числе с инфраструктурой. И это таким образом конвертирует, образно говоря, ликвидную часть в неликвидную. По расшифровкам бюджетных параметров прошлогодно видно, что часть ФНБ, а именно около трех триллионов рублей средств ФНБ, были потрачены на финансирование текущего дефицита бюджета. И это, собственно, является причиной снижения ликвидной части фонда. Но если мы говорим про снижение в рублевом выражении, то вообще говоря, оно не такое значительное, как снижение, которое произошло в долларовом выражении. Как сокращение ликвидной части ФНБ отразится на экономике? Сокращение ликвидной части само по себе не является каким-то значимым риском для экономики. Изменение ликвидной части ФНБ – это, опять же, следствие того, что происходит с бюджетными расходами, с бюджетными решениями. Ну и также нужно помнить, что бюджетные расходы влияют и на инфляцию, и на курс рубля. Поэтому вот через эти переменные ФНБ, изменение его объема за счет тех или иных потоков, оно посвенно влияет на, связано с изменениями ключевых макроэкономических показателей. Если мы говорим о том, что это значит для экономики, если ваши бюджетные сбережения, которые вы давно копили, на грани исчезновения, то вам надо либо действительно радикально проводить консолидацию бюджета, либо снижая расходы, либо, если это не удастся сделать, повышая доходы бюджета, например, налоговую нагрузку. Либо же вы окажетесь в ситуации с потенциально гораздо меньшей возможностью проводить антикризисную политику. Снижение ликвидной части ФНБ является способом профинансировать дефицит бюджета и расходы федерального бюджета. Поэтому нужно сказать, что, вообще говоря, это инструмент поддержки государственного участия в росте экономики. Именно благодаря тратам ФНБ Россия смогла увеличивать расходы бюджета и в 2022 году, и в 2023 году. Поэтому, собственно говоря, использование средств ФНБ позволяет поддерживать экономический рост. Как сокращение ликвидной части ФНБ повлияет на рубль? Одна из возможных предпосылок влияния на валютный рынок и валютный курс заключается в том, что, собственно говоря, по мере исчерпания ликвидной части ФНБ, то есть сокращения ресурсов финансирования дефицита бюджета, у правительства будет больше нацеленности на восполнение средств фонда. Это означает, что правительство будет склонно принимать, может быть, более жесткие версии бюджетных правил и, соответственно, большую часть нефтяных доходов сберегать. И, так сказать, в этом случае это будет эквивалентно как бы некоторому снижению цен на нефть с точки зрения реакции валютного курса, ну и определенному, может быть, давлению на валютный курс. Сейчас краткосрочно мы видим скорее использование ФНБ дает валютному курсу поддержку, потому что задействует продажи валюты через инструментарий Центрального банка. Долгосрочно скорее это может, так сказать, быть фактором ослабления валютного курса. Если у вас бюджет достаточно много тратит, достаточно большой осуществляет бюджетный стимул, то здорово, если у вас курсовой механизм частично компенсирует это, частично стерилизует, потому что мягкий бюджет – это слабый курс. Если вы не возвращаете валютные какие-то операции на рынок, значит, у вас при прочих равных будет складываться достаточно слабая траектория курса национальной валюты. Сейчас бюджетное правило, оно, так сказать, валютная часть приведена в соответствие с рублевой частью. Это значит, что скорее теперь расходы ФНБ, они более нейтральны для рынка. Только надо иметь в виду, что вот это зеркалирование, оно осуществляется слагом, то есть на рынок в этом году будут возвращаться операции прошлого года, а в прошлом году, как я сказала, у нас максимально был большой стимул из ФНБ осуществлен. Поэтому в этом году получается, что в сумме валютные операции, которые в рамках зеркалирования ФНБ, они скорее даже будут поддерживающими для рубля. Каков запас прочности ФНБ? По нашим оценкам, если не считать валютную переоценку, исчерпание может произойти при цене на российскую нефть в районе 46-47 долларов за баррель. Если же у нас с ценами на нефть все будет в порядке, то мы войдем в 2025-2026 год со скромной величиной ликвидной части ФНБ и с вопросами о том, понадобится ли нам продление антикризисных расходов на следующий период. Сейчас Минфин имеет достаточно амбициозный план по сокращению расходов. Начиная с 2025 года, расходы по плану Минфина сократятся сразу на 2 триллиона. Это беспрецедентное снижение расходов. Если этот план по каким-то причинам не удастся осуществить, то есть невозможно будет так резко снижать расходы, например, тогда мы будем понимать, что на 2025-2026 тоже мы будем выходить на достаточно критические объемы давления на ликвидную часть ФНБ. Это значит, что в следующие трех лет, включая 2024 год, ФНБ с очень высокой вероятностью, если мы не увидим большого позитивного смещения по ценам на российскую нефть, он будет вот так на грани, так сказать, исчерпания ликвидной части. Предполагая, что цена на нефть опустится с завтрашнего дня до 50 долларов за баррель, будет оставаться два года на этом уровне, то действительно ликвидная часть ФНБ может обнулиться. Но повторюсь, что сам ФНБ и риск обновления всего ФНБ близок к нулю. С моей точки зрения, для этого все-таки потребуются и существенно более критические внешние условия в терминах цен на нефть, цен на газ и спроса на основные товары российского экспорта. Ну, либо потребуются изменения, опять же, бюджетной политики, которые позволят использовать ФНБ в существенно больших объемах на дополнительные направления по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Поэтому запас прочности у ФНБ есть, даже несмотря на то, что ликвидная часть за последние годы заметно снизила. Что значит для инвестора сокращение ликвидной части ФНБ? Факт того, что у нас сокращается ликвидная часть, это такой ранний предвестник того, что нам придется пройти через консолидацию. Это значит бюджетную консолидацию. Это значит, что у нас будет возрастать налоговая нагрузка. Это значит, что давление, в том числе на прибыли компании, оно может еще увеличиваться. Вторая часть, на которую можно посмотреть, это достаточно нетрадиционный взгляд. Это рассуждение более долгосрочное о том, может ли случиться так, что Минфин будет заинтересован в том, чтобы часть своей неликвидной, так называемой неликвидной части ФНБ переводить обратно в ликвидную форму? На самом деле ничего невозможного в этом нет. Как я уже говорила, 4,5 триллиона внутри неликвидной части ФНБ это акции российских эмитентов. И на 3 триллиона, например, это акции Сбербанка. Может ли случиться такая ситуация гипотетически, когда-то в долгосрочной перспективе, что Минфин захочет использовать ресурсы неликвидной части, реализовав часть этих активов на рынке? Наверное, это не невозможно. Это, наверное, такая достаточно, скажем, сложная ситуация будет для инвесторов, которые держат эти активы на рынке. Собственно говоря, поскольку ФНБ является источником финансирования дефицита бюджета, и по мере сокращения средств фонда или, так сказать, по мере исчерпания возможностей по его задействованию, безусловно, правительство будет задумываться о других источниках финансирования дефицита. Я думаю, что первый, конечно, выбор – это привлечение долгового финансирования, и, так сказать, более долгосрочное – это возможность повышения налоговой нагрузки. Но, так сказать, в целом для инвесторов это скорее, так сказать, означает увеличение доходности на рынке ОФЗ, может быть, большую привлекательность этого рынка, просто в силу того, что будут увеличиваться объемы размещения бумаг, ценных бумаг ОФЗ, я имею в виду. И, так сказать, Минфин будет готов в некоторой степени предлагать инвесторам более интересные, более выгодные условия.